МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регулярные тренировки и беседы с гражданами. Донские пожарные проводят профилактику. Холодный разум в помощь горячим сердцам, как искусственный интеллект используют медики и педагоги. Огромный единорог и безгорбый верблюд, где можно увидеть древних обитателей Донской земли. Готовы заступиться за старших. Молодежный состав Ростов-Дона сыграет в Суперлиге. В Ростовской области увеличен размер единовременной выплаты контрактникам. Такое распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Теперь тем, кто заключит договор с Минобороны с 1 апреля на территории Донского региона, выплатят 700 тысяч рублей. Причем вне зависимости от места проживания или регистрации. А для тех, кто решил служить в формируемом именном батальоне, размер выплаты составит 1 миллион рублей. Также со 100 до 300 тысяч вырастут выплаты для тех, кто заключит контракт после мобилизации и на срочной службе. И к другим темам. С начала реализации нацпроекта образования. В Ростовской области построили 32 школы на 19 тысяч мест. Очередным вкладом в комфортное обучение юных дончан стала самая большая школа в Каменском районе. Учреждения на 1100 мест открыли сегодня в хуторе Старая Станица. Подробнее расскажет Александра Дурановская. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса. Слова известной песни будто точно про этот день. И утро весеннее, и паруса трепещут. Только вместо океана просторы Каменского района, а бравые матросы – второклашки. Маленькие, но с серьезными намерениями. Учиться, знания получать и оценки. Этот корабль знаний хуторяне ждали действительно как чудо. Возводить его начали еще в 2020-м, прямо посреди поля. Стройку несколько раз останавливали из-за санкций и удорожания материалов. И вот, не дожидаясь нового учебного года, торжественное открытие. Ваша задача, ребята, в этой уникальной новой школе с современным оборудованием. Это одна из лучших школ в Ростовской области. Получать знания, заниматься интересными предметами. Это за стенами музыка и танцы. А внутри напряженный бой. Юные гроссмейстеры, пятиклассницы и семиклассник. Разные стратегии, уровни. Но в одном соперники сходятся. Место для развития здесь самое подходящее. Школа мечты – это там, где все абсолютно есть. И я считаю, что эта школа достойна такого звания. В которой нормальные классы, где можно погулять, где нормальные спортзалы. Нормальных залов в новой школе сразу несколько. Для занятий спортом, танцами и гимнастикой. Выступать молодые дарования будут в настоящем концертном пространстве с современной техникой. А кроме обычных предметов в оборудованных классах будут изучать робототехнику, швейное и столярное дело. Наконец-таки сбылась мечта всех детей, родителей, бабушек и дедушек. Все-таки мы начинаем учиться в одну смену. То есть появляется возможность после учебы развивать свои способности, заниматься спортом в различных кружках. Раньше юные хуторяне учились в двух школах старой станицы. Одна из них еще дореволюционная, а вторая располагалась в подсобных помещениях. Теперь больше тысячи школьников будут учиться вместе. Коллективный переход в новый корпус осчастливил и учеников, и учителей. И раньше у нас дети учились в нескольких зданиях. И чтобы провести урок, нужно было идти с одного здания в другое здание. Это, конечно же, было сложно. У нас даже там были такие кабинеты, где нужно было, чтобы попасть, пройти через другой кабинет. Здесь у каждого свой кабинет. Учреждение возвели по нас проекту образования. На строительство направили почти миллиард рублей. Скоро оно получит статус казачьего. Здесь будут развивать патриотическое воспитание. Не забудут и о высоких технологиях. С 1 сентября в школе откроют региональный центр IT-куб, где ребята смогут программировать и строить 3D-модели. И, конечно, весело проводить время. А как иначе, в месте, где с порога встречают песни. Надежда, мой компас земной. Александра Дурановская, Сергей Алфиев, Дон-24, Каменский район. Весенняя посевная кампания в самом разгаре. Причем активно идут работы не только у аграриев на юге региона. В Милеровском районе уже удобряют озимы и подготавливают земли для яровых. Подробнее расскажем в сюжете. И действительно, потенциал есть. Озимые культуры принялись на 100%, отмечают специалисты. И сейчас настала пора первых полевых работ. Например, в Милеровском и других северных районах подготавливают почву и раскладывают удобрения. Только начали подконку озимой пшеницы. Значит, это первый этап наших полевых работ. Сейчас параллельно барануем, культивируем все ранних яровых культур. И заканчиваем параллельно подконку. Конкретно сейчас озимая пшеница. Она начинает вегетировать, только начинают молодые корни отрастать. И мы как раз вовремя даем ей азот. Заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Константин Рочеловский побывал на одном из полей Милеровского района. Здесь он обсудил состояние озимых культур и узнал о подготовке к пассивной. Кстати, в южных регионах уже начался сев технических и кормовых культур, а также овощей и картофеля. По югу области полевые работы в разгаре, посевная идет планово, темпы хорошие, удобрения внесены уже на более чем 2 миллиона 200 тысяч гектар, это 75% общей площади озимого поля. Удобрения есть в наличии, цены стабильные. А главное, как отмечают специалисты, несмотря на то, что аграрии в этом году долго не могли выйти в поля из-за затянувшихся заморозков, они все равно укладываются в сроки. При этом накопленная в почве влага положительно влияет на рост и развитие как озимых, так и яровых культур. Виктория Слепченко, Дмитрий Азорнин, Дон-24, Милеровский район. В Ростовской области продолжаются долгожданные для многих теплые дни. Сегодня в южной столице столбик термометра поднялся до отметки в плюс 26. В прошлом году в этот день было всего лишь 13 градусов тепла. Такая жаркая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится до середины недели. Сегодня очень хорошо. Вчера было прям жарко, но сегодня более-менее. Вообще Ростов очень хороший город, я люблю этот город. Город. Нравится солнце, что нет ветра в Ростове, такое редко бывает. Отличное, летнее. Но самое интересное, что через три дня опять наступит зима. В среду синоптики обещают дождь и плюс 18. Четверга и до конца недели сохранится ясная погода, а температура воздуха днем будет держаться в пределах 16-19 градусов тепла. Впрочем, сухая и жаркая погода радует не всех. Некоторым службам приходится работать в усиленном режиме. В Ростовской области действует противопожарный период. Какую профилактику проводят ответственные ведомства, расскажет Валентин Матвиенко. 217 пожарный час, начинка 2-го коммертина. После звонка на пульт дежурного группа пожарных выезжает на вызов в течение нескольких минут. Время играет главную роль, ведь огонь распространяется быстро. Поэтому важно, чтобы все действия были оточены, а люди предупреждены. Мы проводим профилактику с населением, то есть мы участвуем в сходах, собраниях граждан. Там поднимаем вопросы по безопасному обращению с огнем, выжиганию сухой растительности. Также обращаем большое внимание, чтобы развивались взрослые с детьми. Пожароопасный период в Ростовской области стартовал 2 апреля. И к этому времени все задействованные службы провели подготовительную работу. Это пожарно-тактические учения, обработка полос вокруг населенных пунктов, расчистка территорий от сухой травы и горючих отходов и мусора. Департаментом по предупреждению и ликвидации ЧС ситуации Ростовской области по поручению губернатора проводится мониторинг противопожарной обстановки на территории муниципальных районов. Эта работа будет вестись вплоть до введения особо противопожарного режима. И департамент имеет такое отдельное поручение в этой части. Глава региона Василий Голубев утвердил, как особо важные территории, где располагаются детские лагеря отдыха, садоводческие и огороднические товарищества. Здесь профилактические мероприятия проводят в первую очередь. Помогают в этом и казаки. Они вместе с сотрудниками администрации муниципалитетов обходят жителей и рассказывают о мерах по предупреждению пожаров. У нас люди воспитаны и знают, что в пожароопасный период запрещено выжигать сухую растительность и вообще относятся хорошо к тому, что мы посещаем, очень рады и благодарят за то, что мы им напоминаем о необходимых мерах. Синоптики прогнозируют, в Ростовской области температура будет только повышаться. Поэтому важно соблюдать все меры безопасности, чтобы сохранить имущество и жизнь людей. Валентин Матвиенко, Владимир Галуцкий, Дон-24, Азовский район. Помимо современной техники, возможно, что в будущем и искусственный интеллект активно будут применять в работе по предупреждению пожаров. Сегодня нейросети уже активно используют в образовании и медицине. Подробнее о цифровом разуме на службе педагогов и врачей расскажет Алина Цибанева. А что, если уроки в школах будут вести ненастоящие учителя, картины напишут машины, а помощником врача станет совсем не человек. Все это вполне реальное и настоящее. Например, в одной из клиник Ростова уже используют искусственный интеллект. Вместо доктора он, конечно, не работает, но медикам помогает. Такой техноассистент – это программа для компьютерной томографии. Ее использовали еще во времена ковида, помогает система и сейчас, измеряет плотность и размеры очагов заболевания. Врач-рентгенолог Светлана Мухина рассказывает, система сокращает задачи доктора. Однако все остальное врач выполняет сам. Ну и диагностика. Конечно, диагностика – это глаза рентгенолога. Только доктор может увидеть какие-то патологические процессы, патологические очаги, зафиксировать это, оценить полностью. А искусственный интеллект нам в этом помогает только пока на рутинном уровне. Если механическим задачам искусственного ассистента научить можно, то на эмпатию запрограммировать нельзя. Светлана Мухина подчеркивает, врач лечит не только лекарствами. Главное – быть человеком и вкладывать душу в работу. Душевные человеческие качества не заменит ни один интеллект, подход к людям. Потому что знание – это одно, а отношение именно человек-человек, мне кажется, все-таки нет. Я надеюсь на это. В школе номер 82 тоже задействуют нейросеть. Здесь есть не только Марьи Сергеевны и Валентины Петровны, а еще Поли и Стелла – виртуальные учителя. С экранов они рассказывают детям о том, как важно беречь экологию. Я – фея полистирола, и сегодня я пришла сказать вам удивительную историю о пластике и небесных телах. Такие учителя проводят уроки без школьной доски и указки. Они не ставят оценки. И первоклассники, уже выпускники, не без интереса слушают виртуальных педагогов. Создатель проекта Юрий Вороной оживляет персонажей, которых создала нейросеть, и монтирует видеоурок. С помощью искусственного интеллекта Юрий добавляет еще одну интересную деталь в ролик. Чтобы донести мысль, как бы великие художники нарисовали детей, которые собирают пластик и батарейки для их дачи на переработку. Тем самым, я считаю, что дети изучают таким образом историю живописи. Они понимают почерк того или иного художника. Это нестандартно и непривычно, говорят педагоги и школьники. Но, по их словам, у настоящих учителей нет замены. Ребенок не полезет в искусственный интеллект и не задаст вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. И искусственный интеллект – это все-таки холодный такой разум. А учитель, он видит состояние ребенка, видит эмоции ребенка. Объяснить, что хорошо, а что плохо нейросеть действительно не сможет. А вот написать стихотворение или нарисовать картину – запросто. Допустим, я хочу видеть на своей картине весенний пейзаж. Я пишу описание в программу. Хочу видеть на своей картине цветущие вишневые деревья вдоль тропинки. И через несколько секунд у меня получается вот такая картина. Из полотен с авторством искусственного интеллекта делают целые выставки. Они, кстати, собирают немало зрителей. Однако не все истинные творцы и художники признают такое искусство. По их мнению, созидать должны люди. В этом вся суть творчества. Просто если картинка выглядит так неаккуратно, неопрятно, как это делает нейросеть, и видны вот эти шероховатости, ощущение, что это нереальный объект, фокус не удался. Такое ощущение, что у Копперфильда из кармана вылезла ленточка. То есть нейросеть несовершенная. Запрограммированные людьми системы теперь настоящая рабочая сила во многих сферах. Но пока что они остаются только помощниками. Ведь холодный разум не сравнится с мудростью, душевностью и оригинальностью человека. Алина Цыбанева, Богдан Дмитриев, Владимир Галуцкий, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это новости на Дон-24. Смотрите во второй части выпуска. Картины выставят в Москве и Белоруссии. Юные художники рисовали жизнь Атамана Платова. Огромный единорог и безгорбый верблюд. Где можно увидеть древних обитателей Донской земли. Готовы заступиться за старших. Молодежный состав Ростов-Дона сыграет в Суперлиге. Работы юных художников Донского региона передадут в Музеи Москвы и Республики Беларусь. Картины написали учащиеся детской школы искусств имени Сверидова специально для конкурса «За веру, за Отечество». На полотнах отражена жизнь вихаря Атамана Матвея Платова. Фестиваль проходил в публичной библиотеке. Выставка очень значимая, очень важная. Потому что она несет в себе грандиозность тех событий с покон веков и переносит в наше поколение. И задача нашего поколения – приумножать, чтить и преодолевать. Некоторые из них абсолютно взрослые работы. Вот несколько акварелей я видел. Просто как будто это действительно люди, которые уже прошли определенный жизненный путь. Также выставку приурочили ко дню союзного государства «Россия-Беларусь». Дончане могли увидеть 40 картин, посвященных Атаману Платову. Часть из них передадут в музей-заповедник «Бородинское поле», а остальные – в Республику Беларусь, в музей «Замковый комплекс мер». Это мероприятие, оно не только чествует память, не только говорит о наших общих каких-то чертах, а говорит о том, что у нас большое общее будущее. Беларусь, она для художников, наверное, такая мекка. Потому что это и Шагал, и Репин. Это места уникальные, живописные. И очень хочется, чтобы к нам в обратную сторону приехал подобный проект. Как отметили организаторы, для детей это важное событие, так как их работы останутся в музеях, знаменитых на весь мир. Не менее известны на весь мир и музеи Ростовской области, в том числе их палеонтологические коллекции. Насколько разнообразна была фауна региона десятки и сотни тысяч лет назад, и как выглядели древние единороги, обитавшие на Донской земле, расскажет Валерия Жукова. Один из древнейших опытных на Земле – слон Громова. И жил он на Дону несколько миллионов лет назад. Назвали его в честь советского палеонтолога Валериана Громова. Ученый впервые обнаружил окаменелости слона в 1930-е годы в Хапровском песчаном карьере вместе с останками других животных. Их с тех пор стали относить к хапровской фауне. Но до наших дней сохранились останки, найденные позже, в 1957 году в Левенцовском песчаном карьере. Здесь мы можем видеть фрагменты его скелета и представить, как выглядел слон. О его размерах говорят, например, пальцы ног слона, позвонки и фрагменты черепа. Целых 300 килограмм весила голова у этого мохнатого гиганта. Чтобы носить такую тяжесть, на позвоночнике слона были специальные отростки. Единственный в мире галотип черепа, но без нижней челюсти, есть только в Ростовском областном музее Краевитине. Целого же пока никто не смог найти. Еще один редкий экспонат хапровской фауны – алютенский верблюд. Почти полного скелета нет ни в одном музее Юга России, а, возможно, даже мире. Да, на Дону когда-то жили верблюды, правда, без горбы. Все потому, что воды и еды для них было достаточно, чтобы не делать запасов. Ведь на Дону 2 миллиона лет назад был климат африканской саванны. Когда ученые исследовали его череп, то оказалось, что зубы алютенского верблюда, их поверхность, сами зубы, они не приспособлены для вот той жесткой пищи, которыми питаются верблюды одногорбые, двугорбые, современные. Если сказать, что древний дончанин жил вместе с единорогами, никто не поверит. Однако это правда. Только единорогом называют не лошадь, а огромного, мощного и неповоротливого зверя – элосматерия. Он родственник современного носорога. Еще один удивительный зверь, обитавший на донских землях – большерогий олень. Он жил уже чуть позже, всего 10 тысяч лет назад. Это поистине грандиозное животное имело огромные рога, каждая по три метра. Ни среди вымерших животных, ни среди ныне существующих никто больше таким украшением похвастаться не может. Донская земля знаменита еще и тем, что здесь жили мамонты, бизоны, приазовские жирафы и многие другие. Со всеми древними обитателями можно познакомиться в Ростовском областном музее краеведения. Валерия Жукова, Сергей Алфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Готовятся оставить в истории предстоящий матч нашей гандболистки. Уже завтра Ростов-Дон сыграет против ЦСКА. Несмотря на то, что встречаться будут дублирующие составы, очки за победу пойдут в турнирную таблицу Суперлиги. А там донские красавицы пока ни разу не уступили армейской команде. Наш корреспондент Виктор Леонтьев побывал на тренировке и узнал, чего ожидать от этого противостояния. Кизиханова, Решетникова и, конечно же, Казменко. Преданные болельщики без труда вспомнят эти фамилии и январь 22-го. Семь игроков основного состава Ростов-Дона получили положительный результат теста на ковид. И выйти против ЦСКА пришлось молодежке. Ситуация сегодня в корне отличается от той, что была два года назад. Да и армейский клуб не будет выпускать основную обойму игроков. Они тоже готовятся к финалу четырех Кубка России. Валерия Аклишина участник той встречи в Москве. Завтра она снова выведет свою команду на площадку, чтобы, разумеется, победить. Хочется очень хорошо выступить только за счет того, что мы защищаем честь нашего клуба непосредственно. Хотим показать хорошую игру от лица первой команды. К слову, времени на отдых у команды практически не было. Совсем недавно девушки вернулись из Уфы, где в очередной раз победили. Это и объединяет основы и молодежку. Безоговорочное лидерство. Ростов-Дон-2 вообще идет без поражений. На нас много людей ходит. Но это не то, когда приходят на первую команду три тысячи. То есть, я думаю, что если они справятся с волнением зала и трибун, то все будет хорошо. Пока девушки отрабатывают броски и передачи, Галина Габисова просматривает игру ЦСКА. Как отмечает тренер вратарей, этот матч точно проходным не станет. И у ее подопечных уже есть ряд установок. У нас есть группа, в которой только вратари. И у нас там вся информация хранится в течение всего сезона. Все видео, которые я подготавливаю для игр. То есть, могу сказать, что на каждого соперника у нас минимум четыре видео. Есть вероятность того, что новая Настя Казменко появится после этого матча? Ну, конечно. Но мы не будем раскрывать все секретики. Мы работаем. Посмотреть на итоги работы тренеров и гонболисток можно будет 3 апреля в 20 часов. Телеканал Дон-24 покажет игру в прямом эфире. Виктор Леонтьев, Богдан Дмитриев, Дон-24. Ростов-на-Дону. В грибном спорте сезон только начался. Правда, вместо водной глади пока что соревнуются на тренажерах. За такими гонками на месте понаблюдала и наша съемочная группа. Грибной эргометр позволяет зимой, пока холодно и на реке стоит лед, не терять навыки в гребле. А еще на его основе спортсмены соревнуются. И, к слову, уровень накала здесь не менее, а в некоторых случаях и больше, чем во время заездов на воде. Команда Григория Ширнина со старта вышла вперед и набрала неплохие обороты. Всю эстафету на тысячу метров они нос к носу шли вровень с другой командой. Однако 8 миллисекунд не хватило, чтобы забрать золотые медали. Призовые места только уже в дистанции 250 и 500 метров заняли Григорий Санатов и Даниил Лугачев. Несмотря на то, что на первую ступень пьедестала им взойти не удалось, результатом они довольны. Удалось легко, но под конец у меня как что-то выпало. Получается, что-то не удержалось и второе. Но я держался, темп хорошо все держал. Это концепт, он на суше, поэтому нет сопротивления ветра и воды. Из-за этого будет ли грести, конечно, легче на концепте. Надо готовиться еще раз, но сейчас самое главное – это вода. Сейчас скоро вода уже будет. Соревнования прошли в рамках проекта «Школа чемпионов», основная задача которого – увеличить количество спортсменов среди учащихся. Так во время проекта уже привлекли около 2000 подростков из 10 городов региона. Это была большая совместная работа. 10 городов, 6 месяцев наших поездок и встреч с ребятами. В итоге после двух этапов мы отобрали 30 сильнейших участников, которые и приехали в Ростов на установочное мероприятие. На протяжении двух недель ребята тренировались под наставничеством наших опытных тренеров, преподавателей спортивных школ Олимпийского резерва. Надеюсь, что они пополнят ряды наших гребцов, наших чемпионов. Потому что результаты показанные, они, честно говоря, радуют. Впереди у гребцов возвращение на большую воду и подготовка ко всероссийским соревнованиям, которые пройдут уже в этом месяце. Владимир Корловский, Виктор Леонтьев, Богдан Дмитриев. Дон-24. Ростов-на-Дону. Смотрите сегодня вечером сериал «Захват» на Дон-24. Председателю совета директоров банка звонит неизвестный и сообщает, что одно из отделений в эту минуту захватывают вооруженные люди, но очень скоро становится понятно, что это необычное ограбление. Злоумышленников интересуют определенные документы. Премьеру смотрите сегодня в 21.25 на Дон-24. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на сайте don24.tv и в наших социальных сетях. В студии был Александр Кучец. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин